Всем привет! Сегодня 5 июля 2023 год и мне есть что вам показать и есть что рассказать. В сегодняшнем видео буду рассказывать о Фрите и о Фенестрарии. И расскажу как я за ними ухаживаю, что я с ними делаю, как мне удалось добиться такой от них красоты, какие-то такие секреты интересные расскажу. И в конце видео, понятное дело, покажу свою плошку с моими драгоценными камнями, с литопсами. Итак, поехали. Перед нами Фрития и Фенестрария. Я как раз делала недавно опрос, буквально на днях. Интересно было узнать ваше мнение. Предпочитаете вы больше Фритию или Фенестрарию? На первый взгляд очень похожи внешне эти растения. Но первое такое отличие, которое бросается в глаза, это, конечно, структура листьев. Ну и, конечно же, само цветение. Фенестрария всегда цветет, вот она, всегда она цветет обычно белыми или такими желтыми цветочками, а Фрития вот такими красивыми сиреневыми. И вот, собственно, голосование показало, что если была бы возможность выбора покупать Фенестрарию или Фритию, или два купить все-таки растения, то большинство проголосовали за вариант купить два этих растения. Ну а на втором месте пока у меня по опросу лидирует Фрития, вот, точнее, Фенестрария, вот она. Итак, значит, подходим ближе к теме, какие же отличия. Итак, если посмотрим на Фенестрарию поближе, мы видим, какие у нее листочки. Они гладкие. Они гладкие, вот такие вот, вот внутри молоденькие видны листики, такие вот как трубочки, как трубочки. И вот наша Фрития. Такое бурное светение у нее, и, конечно, эти бутоны, которые раскрылись уже максимально. Вот я смотрю, да, даже не вижу ни одного бутона. Все бутоны уже у меня раскрылись. Очень обильное, пышное светение, за которым не видно самих трубочек. Ну вот, постараюсь показать. Так, фокусируется на цветке, не хочет показывать камера сами трубочки. Вот, вот оно. Вот, смотрим. Значит, похожи мне или на кожу ящерицы, рептилии какой-то, да, вот такая она шершавая поверхность. Или вот на язычок котика. Вот такая у меня, такое сравнение вот этих трубочек. Такие шершавые. И на ощупь они очень классные. Я, конечно, пытаюсь не лазить туда к ним, не трогать. Но если трогаю, это, конечно, очень классно. А верхушечки, видишь, такие мармеладки такие сверху. Окошечки сами. Вот такие вот трубочки. Ну и, конечно, у них еще отличие, что сами трубочки по-разному они располагаются, растут. Там где-то больше как розеточка, а здесь больше как кустиком. Итак, подходим, собственно, к моему уходу. Что я могу сказать? Ну, здесь у нас стопроцентная дружба, потому что, видите, цветет она, конечно, шикарно. Она увеличилась в размерах. Зелененькая, много новеньких листочков дала. Ну и, естественно, самый основной вот фактор, да, что классно у нас с ней дружба. Это такое пышное, обильное цветение. В фенестрале вот она, она тоже классно разрослась, много новых листиков дала, в отличном состоянии. Визуально тоже красотка, просто пышная, уже не помещается практически этот кустик в горшок. Но еще не цвела у меня, еще не цвела, но не знаю, может быть, еще не время. Возможно, она меня еще и в ближайшее время порадует цветением. Что я могу сказать по уходу? Сначала поговорим о субстрате, какой я дала субстрат. Субстрат, если сравнивать эти два растения, тоже отличается между собой. Вот, допустим, я заметила, что фрития больше любит попить. И поэтому я ей сделала такой субстрат, который, скажем так, дольше держит влагу. Он более, там, больше здесь песка, больше земли. Ну, понятное дело, что преобладают, конечно, минеральные составляющие, камушки, да. На дне у меня керамзит. И вот это вот, там, где корневая система, камни, песок и земля для суккулентов, для кактусов. Просто в пропорции чуть больше, чем я, допустим, земли добавляла, чем больше, чем литопсом. Тоже есть, кто смотрит видео, видели, я показывала наглядно. В пропорциях, как там, сколько, чего. Если берем нашу фенестрарию, то про нее могу сказать больше, ей нравится такая минеральная почва. Ну, и, следовательно, меньше песка, меньше земли, тоже на дне керамзит. Когда я поливаю? Поливаю чисто визуально. Смотрю на растение, и мне становится ясно, когда ее полить. Нету никаких конкретных дат у меня, чтобы вот раз в неделю, раз в две недели, через день. Нету такого. Смотрю чисто по внешнему виду. Эти товарищи, литопсы, да, и фенестрария, фрития, чисто определяются визуально, когда их нужно поливать. Ну, вот, например, фритию я буду скоро поливать, потому что визуально вот эти вот трубочки очень сильно она уже втянула к земле. Вот, конечно, опять же, из-за цветов плохо это видно, но, но, кто видел мои видео, даже в шорт, которые я выставляла, последний шорт с цветением фенестрарии, видны трубочки не более вытянутые у меня на видео, чем сейчас. Сейчас очень у меня жарко, да, лето, жарко, и они втянулись. Поэтому я вот увидела этот признак. Если еще там в дополнении какие-то появляются морщинки, морщинки, ну, сейчас я, честно говоря, морщинки вам, наверное, и не покажу на камеру, какие там у нее морщинки. Я их сейчас не вижу, эти морщинки. Они, конечно, могут еще сопровождаться обезвоживание, обезвоживание еще сопровождается вот такими морщинками. Но я их не вижу, вот я кручу, не вижу. А вот, кстати, еще один бутончик по центру. Не все еще распустились. Так вот, втянулись, я вот обязательно сегодня вечером, когда спадет жара, я ее обильно-обильно полью. И этого будет достаточно. В следующий раз я буду поливать, смотреть по состоянию. Если там корневая хорошая, все в порядке, то она достаточно быстро в течение там пару дней напьется, восполнит свои резервы, запасы воды. И, собственно, вытянет свои трубочки, они будут более вытянутые. И если все-таки есть какие-то мимические морщины, то они 100% разгладятся. Если этого через несколько дней не произойдет, то, значит, я еще раз проведу такую манипуляцию. Все зависит от погоды, в каких условиях растение стоит и так далее. Это касательно полива. Никаких удобрений ничего не даю. Дренажик есть, отверстие есть, лишняя вода стекает, все прекрасно. Значит, сейчас мы рассматриваем фенестрарию. Она как-то вот дольше держит влагу в листьях и, скажем так, более устойчива к жаре, к засухе. Я ее вообще, если вот, ну я их вообще двух этих малышек редко поливаю, но эту еще реже я поливаю. Я заметила, что ей не так важна вода, как фенестрария. Точнее, как фрития. Боже мой, постоянно фрития, а фенестрария постоянно путаю. Фенестрария. Почву я уже рассказала, какой субстрат у нее. Когда я ее поливаю. Вот сейчас очень, видите, очень такие вытянутые, такие хорошие листья, такой тургор хороший. Они не вялые, никаких морщин нет. Я ее сравнительно недавно, если я не ошибаюсь, вчера поливала. Вчера или позавчера полила. Увидела, что немножко уже морщинки такие мимические, неглубокие. Мимические я их называю. Я не жду, пока прям сильно скукожатся растения. Не довожу до такого состояния, чтобы просто растение не засохло, чтобы не начала отсыхать корневая система. Потому что если корневая засохнет, то тогда уже будет, конечно, сложнее. Нужно будет заново наращивать корневую, чтобы уже растение могло заново учиться добывать себе влагу из почвы. В общем, это уже другая история. Поэтому не пересушиваем, не ждем прям таких глубоких морщин. Вы видели первые признаки старения и полили. Значит, она разгладилась и все прекрасно. Тоже обильно полила. Ну, смотрите, какой хорошенький малыш. Полила обильно, просушила, смотрю на состояние. Все, расправилась, вытянулись листочки вверх. Все, до свидания, не трогаю ее. Стоит, она отдыхает себе. Что я знаю? У меня такого лично на своем опыте не было. Ну, изучила эту информацию. Как реагирует фенестрария, если ее перелили. У меня она, когда ко мне она приехала, я увидела. Сейчас покручу, посмотрю. Такую трещину. Прямо она разорвалась в одном месте. Вот, если, а ну-ка. Во, 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 видите, она ближе туда, к основанию. Во. Значит, вот такие вот бывают истории, когда растения мы переливаем. Это как бы и у литопсов может такое случиться. Ну, литопсы чаще всего просто начинают гнить, но бывает, что они и трескаются. Я, кстати, тоже в сообществе показывала литопс, показывала наглядный пример, как выглядит литопс со шрамами после того, как перелили, дали больше воды, и он выпил больше положенного. И, в общем, как его немного разорвало, но иммунитет был у него сильный, поэтому смог заживить, не загнить, не пропасть. Он просто получились такие рубцы из-за, как бы, растение не пропало из-за своего иммунитета хорошего. Вот. То же самое и может происходить с фенестрарией. Лопаются из-за перелива. У меня такого не было, потому что у меня, в принципе, перелива с ней, слава богу, не случалось. Что я хотела еще добавить? Что я хотела еще добавить про этих девочек? Тоже удобрения я никакое не вношу, ничем не удобряю, я не опрыскиваю, ничего такого не делаю. Стоят они у меня на стороне солнечной, но, тем не менее, есть козырек, который притеняет. Если необходимо, я еще коктейльные зонтики вставляю. Ну, у меня нет такой необходимости. По поводу удаления старых листочков. Вон, видите, старый листочек засох. Вот, когда будет уже он легко вытягиваться, я возьму пинцетик, немножко потяну. Если легко вытягивается, значит, я его вытащу. Если сидит еще плотно, значит, я его не буду дергать, чтобы там его растение не повредить. Потому что очень нежные, нежные эти трубочки, они такие, такие прям, как желеечки такие. Надо с ними очень аккуратно. То же самое и по фрите. Где-то только увижу засохшую веточку, трубочку, вот, убедилась, что легко вытягивается. Только тогда я начинаю вытягивать. Если видим вот такие пожелтевшие трубочки, тоже ничего страшного. Как у всех нормальных растений, старые листочки отсыхают, умирают. Поэтому тоже жду, пока эта трубочка отдаст все свои питательные вещества, влагу материнке. Когда она полностью отсушится, только тогда я буду ее уже удалять. На внешний вид, оно как бы не влияет сильно критично. Меня все устраивает, поэтому действую так. Ну что, ребят, я надеюсь, что видео было полезно, потому что на самом деле как-то мало очень информации в интернете касательно фрити и фенестрарии. Они, я считаю, заслуживают отдельного внимания. И как бы отдельное такое видео про них у меня на канале будут. Ну и напоследок, как я и обещала, покажу свою плошку с литопсами. Такой сделаю обзор. Вот такая красота. Ничего, никаких изменений как бы существенных нету. Все по плану, все отлично. Вот этому зеленому фисташковому наращиваю массу, потому что маленькое растение. Хочется, чтобы оно в размерах все-таки немного увеличилось. Поэтому каждый вечер, я и так и продолжаю, когда нет жары, каждый вечер точечно я поливаю и наращиваю ему массу. Вот это ему фисташки, назовем губатому, такому с губками. Ему наращиваю массу. Что еще интересного? Вот этот товарищ решил полинять. У него процесс смены листьев вторичная. Я ему не мешаю, не поливаю, жду пока полиняет. И потом буду наращивать корни. Поливать уже тоже точно, стараясь не попадать на соседние. Что еще? Вот смотрите, кстати, вот такой большой у меня литок. Такие легкие морщины. Но я его не буду сейчас поливать. Вот соседние тоже такие легкие морщины. Не буду поливать, потому что достаточно он крупный мальчик у меня. Мальчик такой крупненький. Поэтому не хочу, чтобы его еще раз внесло больше. Достаточно. С ним ничего не произойдет. Все в пределы нормы. Лишнюю влагу не хочу ему давать. Не хочу, чтобы он там еще больше стал. И так он нормального, хорошего размера. Что дальше? Дальше, дальше смотрим. Дальше смотрим. Ну тоже тут небольшие такие уже появляются морщинки. Ну в принципе вот эту рубру я тоже поливаю так смотрю. Хочу, чтобы она чуть-чуть увеличилась в размере. Поэтому тоже точно я ее там через день, через два поливаю. Дальше, дальше, дальше. Ну вот этот я наращиваю, потому что было у него сильное обезвоживание. Я наращиваю корневую. Корневая уже нарастилась. Собственно, он уже не болтается, как раньше. Его уже так не вытащишь. Так просто, как раньше. Поэтому хочу тоже ему добавить объем. И вот этому верикулесе тоже хочу добавить объем. Он прям отлично меня тоже радует, вот эти два ребята. Потому что после того, как я сделала вот эту манипуляцию, о которой говорила ранее, с землей, добавила туда просто точечно больше в корень земли и песка. И прям замечательно. Влага там задерживается дольше. И как раз растения вот в этой такой легкой, скажем так, в легкой влажной среде находятся. И как раз себе нагоняют массу. И не загниваются даже с учетом того, что я каждый день, каждый вечер их точно поливаю. Только потихонечку набирают себе массу. Но самое главное, конечно, чтобы этот полив мой точечный случайно не перешел на соседние литопсы, которые не нуждаются в поливе, и чтобы не было загнивания. Потому что основная причина, проблема, скажем, содержания литопсов в такой общей плошке, это, конечно, когда я сталкиваюсь с проблемой, что кого-то надо полить, а кого-то не надо поливать. И, в общем, кто-то, чаще всего, конечно, вторые, страдают от того, что загнивают из-за вот этой ненужной влаги. Ну, я на этот риск шла осознанно, поэтому, как бы, я не удивляюсь. Ну, а что делать? Красота, как я говорю, как я много раз говорила, требует жертв. Вот, ну, надеюсь, что все-таки научусь еще более правильно, максимально точечно координировать вот этот вот процесс, процесс, как его сказать, поливания. Вот, и вообще будет у меня стопроцентное выживание. Вот, ну, на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, отвечайте, точнее, пишите, не стесняйтесь, я с удовольствием отвечу. Я обожаю общаться на тему моих растений, да, и если у вас какие-то вопросы, что-то интересует, что-то вы не поняли, не разобрались, спешите. В общем, всем хорошего дня тогда и до встречи, пока-пока. Ну, и по завершению показываю еще раз шикарное цветение. Кстати, вон, прямо и камера стала более яркое такое освещение. Классный сейчас такой вид, поэтому немножко еще задержусь и напоследок покажу вот это вот шикарное цветение. Сколько что-то у нас цветов, я даже не считала. А ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь цветков и там вот еще восьмой бутон. Ну, просто шикардос, просто шикардос. Ребят, все, всем хорошего дня, до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok